Субтитры создавал DimaTorzok Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество Ваше. Коваленко Александра Прохоровна. Год и место рождения Ваше? Год рождения 1925. Место рождения в город Брис. Это область какая? Это Морозинская. Ну, можно поподробнее просто? Поподробнее не могу ничего, потому что я воспитывалась в детском доме. Место рождения неизвестно было. И когда мы уже подросли, нам сказали, что... Ну, когда мы уже перед тем, как выпустить нас из детского дома, надо было готовиться, паспорта получать. Ну, точно мы не знали, кто родился. У нас был интересный воспитатель. Сказал, ну, выбирайте сами города. Кто на отлично учится, выбирайте столицы. А остальные как? Помните, не помню. Надо было что-то писать. Документов не было. В детский дом я попала в голодные годы. 33-й год. Голодовка. Родители умерли. Я совсем еще, тем более, как оказалось потом, родилась в сельской местности, в хуторе, далеко даже от такого села Большого. И в то время дети не были так развиты, как сейчас. Правильно? Запуганно, забито. Поэтому я точно не помнила ничего. И ничего я не могла сказать. Так числила в списках, откуда подбирали голодных детей и отправляли в детский дом. Поэтому мы росли и не знали ничего. Это потом уже, спустя несколько лет, я уже, собственно, уже взрослая была. И даже после войны это было. У меня оказались старшие сестры. Они меня разыскивали. В то время, когда я попала в детский дом, у них были уже свои семьи и свои дети маленькие. Меня не могли взять. И поэтому я с сестрой, которая чуть постарше меня была, собственно, она ходила по селам, побиралась. Ну и она сначала попала в детский дом. А я в то время жила у старшей сестры. И когда она потом пришла домой, потому что детские дома не могли всех содержать, и отправляли детей по колхозам, по родственникам. Ну, а эта сестра сказала, откуда она, она знала. Ее, значит, прислали в этот колхоз. Когда она пришла к моей сестре, в которой я жила, она рассказала, что детский дом там хорошо, но там очень много детей, всех не могут держать, отправляют в разные места. Кого к родственникам, кого, значит, на так называемый патронат. А я очень хотела, еще совсем была маленькая, но хотелось мне учиться. И я, да, она сказала, что там, значит, дети будут учиться. А я ей сказала, что отведи меня в детский дом. Ну, а, собственно, куда она меня поведет? Опять пошли с ней побираться. И она привела это, она все мне рассказывала об этом. Привела меня в Курск. Посадила на крыльцо в милиции. И сама это она рассказывала мне. И сама стала в сторонке, ждала, подберут меня или нет. Меня подобрали, стали спрашивать. Но она мне еще тогда сказала, ты что помнишь точно, ну, если не точно, ничего не говори, где, что. Ну, и я, они у меня спрашивали, а откуда, что. Ну, я сказала, что меня привела сестра. А в каком-то селе было? Ну, я сказала, что село было очень большое. А как оно называлось? А я говорю, я не знаю. Ну, и так вот, в общем, стала спрашивать, кто еще. И я ничего не могла им рассказать. Ну, меня перетелили в детский приемник. Там еще я год побыла, пока формировались группы для детских домов. А потом открылся Шуклинский детский дом. Это здесь вот сейчас интернат номер 3. А тогда до этого была здесь колония малолетних правонарушителей. Еще она создана была в конце позапрошлого теперь века, где-то в 90-х годах. Там специально был построен дом. Там такая прекрасная усадьба, сад был заложен. В общем, там была эта колония. А потом, значит, с 34-го года там начал уже функционировать детский дом. И набирали детей прямо всех в первый класс. Ну, у меня немножко было меньше лет. А в Володовку дети все были изможденные, худые. И там было не понять, у кого сколько лет. И когда стали набирать учиться, я попросилась учиться. Я хочу учиться. У меня спрашивают, сколько лет. А остальные все говорят, что у меня 7 или 6 лет. Ну, тогда 8 даже лет, по-моему, было. И я сказала, что столько, сколько, чтобы попасть в детский дом, чтобы учиться. Так у меня в паспорте записано на 2 года раньше. Ну, я по паспорту теперь я с 25-го года. Ну, так я и считаюсь. Ну, вот. А подробности, где родила, что-то тоже никто не записывал. Как список передали в детский дом, так по списку и было. Как сказали, с какого года родился, сколько лет. Ну, там поставили, что с 25-го. Так и пошло мне по всем документам с 25-го года. Ну, это не важно. Тут разница небольшая. Ясно. Ну, вот. Александра Прохоровна. Потом. Да. А если хотите, можете дальше. Любочка, вы чуть погромче. А, хорошо. Александра Прохоровна, а в Великую Отечественную войну вы вот как попали? Где воевали и на каком форте? Вот я сейчас вам расскажу. Значит, из этого детского дома вот меня перевели в детский дом. Это назывался Пятницкий детский дом Волоколовского района Курской области. Перевели потому, что в этом детском доме образование школы было только начальное, до 4 классов. А я уже перешла в 5 класс. И нас целая группа, целый класс перевели в Пятницкий детский дом Волоколовского района Курской области. И вот там я закончила 7 классов. В 41-м году как раз закончила 7 классов. Это была у нас семилетка школа. И в детском доме детей держали до 7 лет. Ну, до окончания семилетки. Или потом переводили в другой детский дом, где уже была школа средняя. Ну, в 41-м году я окончила семилетку. Но в то время у нас, это же были предвоенные годы, все увлекались авиацией. Ну, а мы тем более, здесь нам хотелось тоже и летчиками стать, и вообще-то стремились в авиацию. И когда стали спрашивать после 7-го класса, а училась я все время с 1-го класса по последней, на отлично все время. Поэтому мне спрашивают мое желание. А мне так уже и в детском доме немножко надоелось. Хотелось куда-то на вольную, на свободную жизнь. Но самое главное, мне хотелось в техникум авиационный. Но в то время я не понимала, что авиационный техникум – это не обязательно летчик. Тем более, когда прислали оттуда, я посылала запрос, я посылала свои документы в Запорожье. Почему в Запорожье? Потому что в детском доме жила девочка из Запорожья. Мы с ней дружили. У нее там родственники остались. И она говорила, что там есть этот авиационный техникум. И я подала документы в этот техникум. Но там было отделение, конечно, там летного не было. Там отделение было, литье, еще что-то. Ну, в общем, строители авиационной промышленности. Наверное, да. Ну, раз документы отослала, значит, что буду ждать вызов. И вот в 1941 году, помню, как сейчас день 22 июня. Вот прямо перед глазами стоит. Голубое небо. В небе летит самолет. А детский дом располагался в усадьбе монастырской. Там был когда-то женский монастырь. Усадьба тоже прекрасная. Расположена в таком красивом месте. Река Оскол протекает там. И там, где находился этот детский дом, эта усадьба находилась, этот Оскол разделялся на два рукава. Там образовался остров. И мы часто на этот остров переплывали на лодке. И вот мы в воскресенье собрались на лодке переплыть на этот остров. И только мы отплыли, это было, наверное, где-то часов в 11. Только немножко отплыли от острова, от берега. Вдруг бежит одна наша девочка и кричит, возвращайтесь, возвращайтесь, война. А мы думали, что она хотела с нами просто в лодку сесть, чтобы мы ее забрали. И не поверили, что война. А нам, да правда, война, уже на митинг собираются. И вот так я застала войну. Это было 22 июня 41-го года. А в 12 часов уже там собрались все на митинг. Ну, тут, конечно, обстановка была такая тревожная все. Время же, конец июня. Скоро уже надо было ехать по вызову техникам там. А когда июнь, пока нас никуда не тронули, никуда. Директор детского дома сказала, оставайтесь на месте, будем ждать особого распоряжения. Как, что. Ну, первый месяц мы, конечно, не ожидали, что это так получится. Оставили нас, ну, были там старшие группы, помогали воспитателям с малышами работать. И так до самой, почти осени. Ну, осень уже, в конце августа, да, даже вообще в августе, уже видно было, что придется эвакуироваться. Что детский дом будет эвакуироваться. Мы, старшие дети, стали готовиться, чтобы готовили рюкзаки, сами шили там все, помогали. В это время уже отступали наши войска, наши, ну, предприятия там даже, все это на, двигались на восток. Через нашу усадьбу проходило много и отступающих, и гнались кот колхозный, чтобы с этих мест. В этом детском доме оставалось много продуктов, много готовили, было и засольное мясо, все там такое, готовились уже в дорогу. И еще в это время у нас находилась повестская часть, которая отступала, не располагалась на территории нашей усадьбы. Ну, там местность такая, что деревья большие, поэтому там скрывались, и у них это орудие они ставили. Там лошади, ну, а потом, я вот точно сейчас, не скажу, уже забыла, точно день был. Но где-то в конец сентября, то ли 25 сентября, то ли 27, точно я не помню, но где-то в конце сентября нам нужно было выезжать. Перед этим нас собрала директор детского дома и сказала, что детским домам дают направление в Среднюю Азию ехать. Ну, можно ехать в Казахстан, можно ехать в Узбекистан, в Ташкент, а мы все до этого читали раньше книгу «Ташкент – город хлебный». И почему-то у нас сложилось впечатление, что в Ташкенте будет очень хорошо. И мы все говорили, ой, нам лучше в Ташкент, давайте в Ташкент. И почему-то наше мнение учли, но, видно, там было на выбор. И мы, значит, она, директор, вскоре получила распоряжение готовиться уехать в Ташкент. Ну, детский дом был наш большой, около 300 человек, да коллектив. Ну, коллектив, конечно, кто по желанию, кто хотел ехать, кто не хотел, оставались. А детей всех. И вот, значит, это в один осенний сентябрьский день, в этот мы начали готовиться к выходу из детского дома. Были подводы, машин не было, только подводы. Малыши погрузили на подводы, а старшие шли пешком. Нам нужно было идти до города Валуйки. И это примерно, я точно не знаю, что-то около 40 километров, может, чуть меньше, пешком. Ну, дорога там шла через такие лесистые места. И в этот же день уходила воинская часть, которая располагалась в нашей усадьбе. Но воинская часть, они шли не проселочной дорогой, а прямо по лесистой местности, где только, чтобы не было видно. А мы прямо по дороге. Как раз проходила дорога, почти рядом с железной дорогой такая. И мы по этой дороге шли. Ну, шли мы целый день. Даже уже поздно вечером. Во время дороги, конечно, уже наша колонна детского дома растянулась. Малышей как-то повезли, а кто пешком шел, стали отставать. Ну, где-то на полпути мы останавливались, там обед было где-то устраивали в каком-то населенном пункте. И к вечеру уже темно, мы уже самые последние, старшие, замыкающие, добрались до Валойек. Там в Валойках должны были расположиться в средней школе место было приготовлено. Ну, все, кто пораньше прибыл, все направили в школу. А остальная часть настолько растянулась, что уже не могли даже обеспечить, чтобы с каждой группой воспитатель шел. А шли там со старшими воспитанниками. Мы вообще заключительные шли, самые последние подбирали, кто отстал там. И мы не в школу пошли, а поскольку мы по этой дороге, рядом с железной дорогой шли, мы прибыли на вокзал. Когда мы прибыли на вокзал, то на вокзале все было забито военными. Все, везде, где не станешь, это само здание вокзала, вокруг везде военные. Мы пробрались в здание вокзала. Спрашиваем, тут дети где-то были? Да нет, кто не видел, кто что. Но мы надеялись, что кто-то будет. И вдруг мы, значит, пробрались в большой зал, спросили там подороги. Да, говорит, тут дети есть. И мы пробрались в большой зал, пропустили нас. Да, вот это дети, это детского дома дети. Мы пришли в большой зал, а там посредине зала по валку лежат дети. Мы не стали, с нами были двое воспитателей. Они сказали, не будем будить детей, завтра утром лошади прибудут из школы и отъезут туда. Так и сделали, не стали будить детей. Но посмотрели так, что видно, еще где-то дети есть. Мы, нас, я еще, наверное, двое, директор детского дома нас взяла. Да, и мы стали просматривать, ходили вокруг по вокзалу, вокруг все. Тут начался дождь такой сильный, там что осень была. А уже темно, ничего не видно. Ну и мы решили, что никого мы больше не нашли, пошли в школу. Там уже были наши дети расположены. Но мы все промокли до нитки, потом это сказалось, конечно, нам не сказалось. Вот так мы потом, на следующий день этих детей тоже всех собрали в школу. И мы еще дня два были в этой школе, пока начали нас грузить в эшелон. А до этого отправляли больше эшелона, конечно, с военными. Да, все время шли военные эшелоны, мы только где-то в промежутках. Большей частью стояли. Так мы вот отправились в эвакуацию. Ехали в Узбекистан. Ехали мы целый месяц. Целый месяц. Представляете? На поезде. На поезде. Потому что нам приходилось стоять на станциях, выжидать, пропускают то военные в сторону фронта, то с фронта, то на восток эшелоны, груженные и людьми выкурированными, и оборудованием, и скотом, и продовольствием, и всем. И так мы ехали целый месяц до Ташкенту. А вагоны они какие? Вагоны были пассажирские. Но нам дали всего три вагона. Это мало. И там было невозможно разместиться так, как удобно. Мы что делали? Мы когда проезжали, останавливались около железной дороги. Раньше были щиты зародительные. Видели где-нибудь такие? Перед этой железной дорогой зимой всегда ставили щиты деревянные такие, сбитые реки деревянные. Ну, небольшие, примерно метр-полтора высоты, ширина они такие типа, почти квадратные. И мы брали эти щиты, клали между полками. Вот полка, полка одна и вторая. Мы клали вот тут эти полки. И так вот до самого верха у нас были. И на нижней полке на второй, еще и наверху у детям. Мы в такой тесноте. Но хорошо, что у нас мы много заготовили продуктов. Я уже говорила, что у нас шли через нашу садьбу. И скот, и там мука, там все. В общем, было заготовлено. И мы нам в поезде давали на обед стакан посуды, мы особо не брали. Стакан какой-нибудь жидкого супа. Но это был какой суп больше? Называлось, вы, наверное, такого не знаете, затируха. Это кипяток, сыпалась мука и заваривалась. Вот это называлось затируха. Они давали нам сухари, давали нам вяленое мясо или соленое. Ну, в общем, сахар, это вот чай был, бочка не сухарей была. Ну, а на проездных этих пунктах, там было организовано хорошо питание для эвакуированных. Хоть какой там суп или что-нибудь горячее. Прямо наши воспитатели, обслуживающие персонал, шли на эти пункты на вокзале, получали эту горячую пищу там и приносили с ведрами в вагон и нас кормили. Ну, в общем, так мы целый месяц ехали. Ну, вот мы выехали, вот это я сказала, 25 или 27 сентября, а приехали мы 4 ноября, даже вот чуть сюда, чуть даже больше. Ну, мы приехали сначала в Ташкент. В Ташкент там много было эвакуировано уже детских домов, и там уже распределяли по городам, по другим. Мы нас определили в город Наманган. Ну, такой, наверное, вы слыхали, Наманган. Где-то песенка была наманганские яблоки. Вот Наманган, действительно, он расположен в Ферганской долине. Вот самое плодородное место в Узбекистане. Столько винограда, столько фруктов. В общем, прекрасное место. И вот мы прибыли на вокзал. На вокзале нас встречали, ну, там представители власти и население знали, что прибудет детский дом. И столько несли нам продуктов. И хлеба несли, белый хлеб, большими буханками, большими такими караваями. Виноградом, молока. Ну, в общем, все это детям мысли. Ну, в Ташкенте мы пробыли еще, наверное, дня два, пока это утрясали этот вопрос, куда нам. А потом нас направили на Манган и разместили там в школу. А школу эту сначала готовили под госпиталь. Там было заготовлено все белье, постельное, одежда. Ну, одежда, в основном, мужские, рубашки, кальсоны. Потом нам старшим всем давали эту одежду. Мы там одевались. Ну, вот это значит. Так мы прибыли на Манган и расположились в этом детском доме. Но, ну, он теперь детский дом стал, но все равно он считался детский, курский детский дом. Так он считался, как он назывался наш, в Волоконовской, Курской области. Так и считался. Но у меня не прошло то, что я промокла под дождем в Валуйках. И я заболела, и болела я всю дорогу, и приехала в Узбекистан, совсем больная. И через несколько дней я попала в больницу. Там я пролежала в больнице несколько месяцев. Ну, сначала месяц я пролежала, нет, наверное, меньше. Ну, около месяца я была в больницу городской. Потом отправили, я не знаю почему, даже куда-то в Кишлак, за город. Мои согласники меня искали. Пришли в больницу эту, а меня нет. Стали спрашивать, куда отправили, не знают. Не нашли ни документов, ничего. И они целые, целые, я не знаю, сколько, неделю, две, наверное, искали по городу. Все больницы, все по объезду, даже телефонов особенного не было. И нигде не могли найти. А потом я пролежала в той больнице, где-то в Кишлаке за городом. Мне стало хуже. Я заболела плевритом. И меня повезли опять в городскую больницу, в эту же, где я лежала. И когда привезли в больницу, в это время привезла детей из нашего детского дома, воспитательница. И она меня с трудом узнала, а я ее сразу узнала. Потому что, а я уже была и острижена, и худая, такая больная. И меня вообще невозможно было узнать. Но я ее знала, и она тогда обрадовалась тоже. Вот, ой, а мы думали, что ты уже умерла, что тебя искали, не нашли. Я говорю, нет, я жива, я жить буду. И в больнице лежала когда, даже вот в Кишлаке. Поскольку я хотела все-таки, думаю, вы здоровы, я буду летчиком, буду. И когда приносили пищу, аппетита никакого, есть не хотелось ничего. Спрашивали, будешь есть? Буду, постарь. Постарь, постарь, а мне приступы такие были. Сначала малярия, она считалась тропической малярией, а потом что-то добавилось, плеврит. А я все думала, что я буду есть, кончится приступ, я буду есть. Ну, не знаю, конечно, что-нибудь там я ела, но очень плохо, и, конечно, я уже сама на себя не было похожа. А потом, когда перевели меня в эту городскую, снова там врачи были хорошие, потому что эвакуировались из Белоруссии, были врачи, откуда только и профессора такие, знающие. И меня быстро поставили, но она и не так быстро, но, во всяком случае, сняли у меня это заболевание. Малярия еще продолжалась. Но вот все-таки я пошла на поправку. И я пролежала, это вот я попала в больницу в ноябре, а вышла из больницы я 30 марта. Это я все в больнице была. И когда я вышла из больницы, мои соклассники, дети же поступали все время, а мы старшие были, надо было куда-то определиться. Сначала, когда мы приехали, все пошли в 8 класс учиться, потому что мы 7 класса закончили. Меня там числили в списках, вызывали, а там говорили, да она в больнице, ну, да что ж она так долго? Да она ничего, она догонит, она отличница, она догонит. Ну, где там догнать уже 4 месяца. Ну, и после 8 класса их всех определили в сельскоязычный техникум. И даже меня еще в списке в сельскоязычный техникум определили. Но я еще была в больнице. А когда вышла из больницы уже куда? Уже я ничего не могла. И я оставалась, еще целый месяц я училась ходить. Вот когда мне раньше говорили, что человек может разучиться ходить, я думала, что так, ну, ходит потихонечку, там, держится за что-нибудь, ну, ходит. Но я же была в таком состоянии, я даже стоять не могла. Я даже вот только, если я держусь и стою, то еще ничего. А шаг уже я не делала. Я еще после больницы целый месяц училась ходить. И была в детском доме. Ну, а потом все-таки я уже по возрасту подходила. Надо было определять. Поступали маленькие дети. И со мной надо было что-то делать. И, кстати, директор думает, ну, куда ее? Куда-то от детдома она оторвется совсем. Тут же и хоть питание какое-то все. И поговорили в облано. Поскольку мы уже там в детском доме, когда были, с малышами работали, как старшие. И решили, что я останусь воспитательницей, оформить меня в младшую группу. Так и сделали. Так я и начала работать с малышами. И работала там уже с 11 мая 42-го года. А я уже работала воспитательницей. А потом, когда освободили Курскую область, начали возвращаться наши работники в Курскую область. Ну, не все сразу, а по возможности. Ну, а потом, значит, решили, что будут всех забирать в Курскую область. Но поскольку я уже числилась воспитательницей, так сказать, коллективе, то список нашего коллектива послали в министерство. И мы ждали вызова, что придет вызов. Ну, я пока работала, а малярия меня не бросала. Такие страшные были приступы. Осенью я 42-го поступила в педучилище. И я работала так. С утра я ходила в педучилище, в стационаре училась. А с трех часов я начинала работать со своей группой. И вот так училась и работала, и с таким состоянием здоровья. Ну, ничего, работала, все нормально. Группа у меня была хорошая даже. Потом, после, когда подавали сведения на награждение за доблестный труд в Великой Отечественной войне, и я там была в списке. Вот это, где-то медаль. Вот это медаль. Вот. Ну, а потом, значит, это был 42-й ход и работал, 43-й. В это время я так, конечно, уже поправилась немножко, хотя малярия меня трепала. И на уроках в педучилище я сидела, сжав кулаки, руки начинали дрожать, пальцы синели. Но я думаю, все равно я дослушаю, потому что мне некогда было дома учить уроки особенно. Хотя поздно вечером, конечно, я учила. А все старалась слушать на то, что было на уроках. Ну, ничего, так я доработала там до 44-го года. В 44-м году вдруг весной у меня опять обострилась и какая-то еще местная болезнь, типа дизентерии. И врачи... Я дружила с девочкой, у которой мать работала в больнице. И часто я могла обратиться за консультацией. Ну, и вот она меня, значит, мать этой девочки, сказала, я проконсультируюсь со всеми врачами, они скажут, что тебе делать. И когда я, значит, они собрались, там несколько человек, ну, типа канцелиум, посмотрели, все я рассказала, все меня за... и сказали, что надо немедленно выезжать. Ну, а я вот такая же... Я вот сейчас заканчиваю педучилище, это трехгодичное было педучилище. Я заканчиваю педучилище, ну, надо же хоть получить дипломы, что я могу работать. Ну, что, мне врач сказал, один профессор даже, ну, что, зачем тебе диплом, ты через месяц умрешь. Вот начнется тепло, и ты не выдержишь. Вот выбирай. Или, значит, надо немедленно выезжать. А в это время уже у меня был на руках вызов из министерства. Я только еще им не воспользовалась. Я думаю, закончу третий курс, и тогда поеду. Ну, вот он так сказал, вот, или хочешь умереть, оставайся. Значит, хочешь выжить, надо выезжать. Ну, я туда все решила, да, надо выезжать. И стал оформлять документы, решила ехать. А в вызове было написано в министерском, значит, отозвать в распоряжение Курского облана, потому что мы из Курска выклаживались. Ну, а так было написано. Но из Узбекистана, если я туда ехала целый месяц, то оттуда я ехала только две недели. Ну, тут попроще было уже обратно. Выехала я, как сейчас помню, 15-го. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!